Добрый день, дорогие друзья. Хорошо ли меня слышно? Немножко я ошибся. Просто мне бы хотелось пользоваться презентацией, немножко отходить от тревоги, поэтому я воспользуюсь вот этим микрофоном. Я думаю, что у нас похожий текст, к сожалению. Я надеюсь, остальные слайды будут хорошо видны. Мой сегодняшний доклад носит, я думаю, несколько провалиционный характер, потому что я буду рассказывать о альтернативной существующем движении Африкской экономической школы. И я попытаюсь рассказать, с одной стороны, о том, как я вижу нынешнее соотношение между экономической теорией политологии и как она есть. И рассмотреть это я должен буду, конечно, вначале рассказать, рассказать о том, как я вижу, как это должно быть. Дело в том, что у меня здесь несколько особый статус. Я экономист, но последние 10 лет, в следующем году будет 10 лет, я преподаю экономику политологам. И, наверное, по количеству студентов-политологов, которые слушали у меня экономику, я могу биться за какие-то там места по количеству этих самых слушателей. Поэтому я, наблюдая за деятельностью моих студентов и коллег, что-то себе представляю о деятельности политологов, а, с другой стороны, представляю себе то, чем занимаются мои коллеги-экономисты. Но сразу должен сказать, что, с моей точки зрения, существующий на данный момент союз или существующий на данный момент формат партнерства между этими дисциплинами, на мой взгляд, продуктивным быть не может. Для того, чтобы он был продуктивным, необходимо серьезное изменение содержания как существующей экономической теории, так и политической науки. В целом, я вижу правильное соотношение между этими двумя областями знания следующее. С одной стороны, экономико-теоретическое знание, то есть знание о том, какие средства приводят к заявленным целям, а какие средства не приводят к заявленным целям, это знание универсальное. И базирующиеся на пяти достаточно строгих предпосылок и на основе логических выводов можно прийти к универсальному знанию относительно того, какие средства работают в экономике, а какие средства не работают. И здесь не суть важно, сколько людей поддерживают эти средства. Один человек, ни одного, большинство или все. Так же, как и законы физики действуют вне зависимости от того, что думают об этом даже профессиональные физики, в средние века мы знаем, что они думали об этом. Так же и экономические закономерности, экономические законы действуют вне зависимости от того, сколько людей поддерживает нулевую политику. То есть, в отношении того, что в политической науке называется полиси, мне представляется, что знание, содержащееся в экономической теории, дает ответ на вопросы о том, какие средства хороши, а какие средства плохи. Например, в отношении денежной миссии, в отношении прогрессивных налогов, в отношении национализации и регулирования цен, у экономической теории есть четкие, однозначные выводы. С одной стороны, мы видим, что это знание является универсальным. С другой стороны, мы понимаем, что как это знание реализовывать, оно не является настолько универсальным, является в большей степени искусством, чем наукой, с моей точки зрения. Поэтому правильное соотношение между экономической теорией и политической теорией, это соотношение между универсальным знанием того, какие средства и какая политика работают, и тем, какими инструментами, с помощью каких технологий можно было бы реализовать все эти правильные элементы экономической политики. В этом смысле я стою на позиции утилитаризма Мизеса, и если вы возьмете его работу лидерализма, увидите там следующую фразу относительно того, как Мизес оценивал возможный подход к обсуждению политических проблем. Мне часто приходится слышать обсуждения с позиции справедливости, с позиции нравственных и этических ценностей, но все они в той или иной степени являются произвольными и сложно сопоставимыми друг с другом эти этические системы. Мизес же предусловал на то, что он разработал с его точки зрения единственный возможный научный подход к обсуждению политических проблем. И этот подход состоит в анализе эффективности выбранных средств. То есть, если мы говорим, скажем, о разделении труда и обмене между людьми, то мы можем сказать, что более продуктивным с точки зрения интересов индивидуум является сотрудничество, а следовательно и частная собственность. В этом смысле никаких морально-этических, никаких религиозных или прочих суждений мы здесь не привносим. Мы лишь говорим о том, что есть такое средство, как частная собственность, есть такая цель, как благосостояние, и между ними есть определенная причинная связь. Она является универсальной. В этом смысле, если мы говорим о стремлении людей к большему благосостоянию, то также логика здесь является универсальной. Чем больше имеется в обществе средств, тем большее количество целей индивиды могут реализовать. Это также суждение является универсальным и априорным. Она просто есть вытекает или иначе формулируется, исходя из закона, предельной полезности. И в этом смысле общество тем богаче, чем больше запас этих самых средств, средств производства. Универсальная истина здесь состоит в том, что чем больше средств, тем больше целей мы можем реализовать. А если государство вмешивается в добровольный обмен между людьми, оно тем самым не позволяет достичь тех целей, которые люди бы осуществили без запрета и без ограничений. То есть, следовательно, добровольное сотрудничество между людьми является взаимовыгодным, а государственное регулирование, запрет, ограничения и прочие меры интервенциализма приводит к сокращению количества средств и в этом смысле к снижению уровня благосостояния. Если говорить именно о полисе, который вытекает из вот этой универсальной экономической теории, то это суждение очень во многом совпадает с суждением Редерика Густиана. А именно, в его эссоциального государства говорить об этом институте следующее. Государство — это громадная фикция, посредством которой все стараются жить за счет всех. С одной стороны, мы смотрим на государство как на тот субъект, который способен нам нечто дать, но часто не обращаем внимания, что всякий элемент перераспределения неизбежно имеет для нас цель. Поэтому, если говорить именно о экономической логике, то здесь закономерность является более или менее монетной и универсальной. Поэтому я вижу правильное соотношение между этими двумя дисциплинами, между политической наукой и экономической теорией, как соотношение между тем, что носят универсальный характер, и тем, что носят прикладной характер. Причем интересно, что, с одной стороны, и у политологов, и у экономистов-экономистов в меньшей степени есть ссылки на работы представителя автористской школы, тем не менее, какого-то концептуального вклада в нынешнюю дискуссию практически нет. И особого влияния на обсуждение проблем налогообложения, проблем денежной политики мы не находим. Если мы это сравним с высказыванием известного итальянского ученого Раймонда Губиду, то мы увидим здесь противоречие. Вот он, что пишет по поводу автористской школы. Если считать воздействие экономической теории на политическую жизнь одной из главных особенностей современности, то подход представителя автористской школы к соотношению экономической теории и политики может дать нам многое для понимания и объяснения того мира, в котором мы живем. Никакая другая научная школа не уделялась только внимания политическим последствиям актов индивидуального и коллективного экономического выбора. Сколько автористской, никакая другая школа не смогла достичь таких значительных результатов. То есть, несмотря на то, что субъективная революция в экономической теории привела к серьезным изменениям, в общем-то мы не можем говорить о том, что это дошло до других дисциплий. Это я все говорю про то, что мне представляется правильно. Потому что для меня, как для экономиста, который работает с политологами, существует такая проблема, по аналогии с ТИОДЦЕЙ, как экономика ДЦЕЯ. То есть, как оправдание того, что экономисты едят свой хлеб и выполнять они вследствие этого должны, видимо, какую-то полезную для общества функцию. Она вовсе не обязательно должна состоять в том, что экономисты что-то регулируют и производят, но тем не менее они как-то должны обосновать свою значимость для общества. Для меня обоснованием является то, что экономическая теория, как область знания, защищает людей от ошибочных средств, которые часто политикам предлагаются. То есть, у экономики есть ответы на эти вопросы, но эти часто вопросы игнорируются, они неизвестны. И вот политэкономические знания я бы разделил на такие две большие группы. С одной стороны, это знания универсальных законов. Кстати говоря, существует мнение о том, что экономисты – это в каком-то смысле представители экономической теории. И здесь возникают идеи экспертократии. Эксперты могут на самом деле иметь очень разные представления о устройстве своей науки. И если вы полагаетесь на мнение экспертов только потому, что они эксперты, то вы создаете особый стимул для людей образовывать группы по интересам. И экономисты во многом действительно стремятся к тому, чтобы давать власть те рекомендации, которые будут востребованы. А экономисты очень редко хотят быть принципиальными, если это не востребовано властью. Хотя первоначально именно так выглядела экономическая наука. Политическую же науку я разделил бы на две части. Это фундаментальная политическая теория и прикладная. Причем представители австрийской школы не только внесли вклад в априорные законы человеческой деятельности и экономики, я имею в виду прежде всего Мизеса, но и в политическую науку известные работы Хаека, которые относятся именно к политической теории. Одна из них есть на русском языке. Обратите внимание, книга «Право, законодательство и свобода», книга, написанная перед Эггом Хаеком после Конституции Свобода 70-х годов, вносит под заголовок серия «Политическая наука». С одной стороны, к политической науке это относится, но какого-то существенного влияния на обсуждение проблематики мы здесь не видим. Хотя у Хаек очень интересные исследования, связанные с соотношением между демократией и свободой. Причем довольно критические отношения, не столь распространенные, может быть, именно с представителями... Не столь распространенные среди представителей мейнстрима. То есть, по отношению к фундаментальному зданию, мы можем сказать, что австрийцы внесли определенный вклад в это знание. Что касается прикладной политологии, то не так много мы можем найти текстов с этим связанных, но тем не менее они есть. Причем я бы разделил это, с одной стороны, на вопросы, связанные с политическими технологиями. Я уже об этом говорил, но хочу повториться, что эти технологии не являются универсальными. И у одних может получиться использование технологий, у других нет. Но это что-то связанное именно с прикладными задачами, как реализовать правильные идеи в жизни. С другой стороны, мы можем интересоваться тем, как конкретно действовать те или иные политические авторы. И в этом смысле, в третья австрийцев, есть авторы подобного рода. Например, исследование бизнеса «Всемогущее государство» о том, как восходило вот это всемогущее государство в Германии. И какими сопровождалось весь этот процесс. А также политические партии, как они боролись за власть. И это знание может быть ценным, но оно не может претендовать на некое универсальное знание. Поэтому, если мы хотим корректно понимать, что такое политэкономическое знание, нам нужно в качестве базы иметь корректную теорию. И в качестве приложения того, каким образом реализовать эти идеи, мы бы смотрели, что можно здесь ценного найти. Я уже говорил о том, что у Мизоса Хаека и у Ротворда есть, кстати говоря, высказывания относительно гиполитологии, если понимать ее именно в том ключе, о котором я только что говорил. У Мизоса, понятно, это прежде всего экономическая теория, хотя вот у Хаек мы можем найти и не политические работы, и он не зря их сам называл политическими. Что касается политической тактики и того, каким образом реализовать эти принципы жизни, то у Ротворда есть соответствующая работа, посвященная политической тактике, в книге «Новой свободе». В ней содержатся, в частности, идеи именно политической борьбы. Он там рассказывает о правильности с его точки зрения коалиции между теми или иными группами. У политологов пользуются популярностью определение власти, идущее от Роберта Даля, а именно «А» обладает властью над «Б», если «А» служит причиной определенного поведения «Б», при условии, что без воздействия со стороны «А», тот вел бы себя иначе. Причем, если это логически промыслить определение, то оно не делает разницы между насильственным воздействием и добровольным. Вот, скажем, если два человека взаимодействуют друг с другом на рынке, можно ли сказать, что их транзакция совершается у ЭЛИО? Один оказывает влияние на другого, и это очевидно, без существования не было бы транзакции. И наоборот, то есть и «А» влияет на «Б», и «Б» влияет на «А». Это может рассматриваться как посторонняя власть, но при этом, если «А» бьет по голове «Б», мы тоже скажем, что возникает воздействие. Здесь очень важно различать тому взгляд средства воздействия на людей. Они бывают добровольными. Об этом писал еще Абгенгеймер в фундаментальной работе «The State». Два фундаментальных способа взаимодействия между людьми. Один способ – это добровольный или труд, а другой – грабеж. И, соответственно, из этого вытекает понятие экономического способа, где добровольный обмен происходит, и политического способа, где государство является просто эффективным инструментом организации вот этих политических инструментов. То есть здесь мы четко разграничиваем. Есть инструменты добровольные, то есть вот, куда происходит смешение, есть насильственные, и они имеют разные последствия. Итак, я уже говорил, как должно быть. Экономисты открывают универсальные законы экономики, политики, и не только политологи, да, и политиков, зная их реализуют, и демократическим путем, то есть через просвещение. Есть один пример, как минимум, такого успешного действия. Это отмена хлебных законов в Англии в XII веке, когда вначале была накоплена определенная критическая масса идей относительно того, что хлебные законы делают Англию саму по себе беднее, и через создание организации, которая вовлекала все большее количество людей, было принято решение, меняющее хлебные законы, а надо понять, что хлебные законы были введены элитой, в которой были и деньги, и власть, и еще поддержка церкви. И против этого были выставлены исключительно разумные экономические идеи. Поэтому вот вам пример того, как должно быть. Есть определенное правильное знание, его нужно донести, и это знание реализовать. Но по практике получается не так. По практике получается не так, что экономисты и политологи разделили сферы своих интересов, и так как у экономистов есть своя особая сфера интересов, но они, в общем-то, игнорируют все, что выходит за рамки их прямого интереса, то есть прежде всего выходит за рамки мейнстрима. Такая рецепция у экономистов есть идея австрийской школы. Ее нет никакой. В микро- и макроэкономике не содержится каких-то значимых концепций, и теория цикла, и теория экономического расчета, и ценностей. Все это так или иначе проигнорировано. То есть экономисты, в общем-то, не сильно этим интересуются. Мы не знаем, что это такое, но считаем ошибочным. Непонятна эта причина, потому что это может быть опасно для наших особых интересов. Политологи – это другой факультет. Они не хотят ссориться с теми, у кого сосредоточена определенная власть, поэтому они готовы верить. Есть эксперты определенного типа. Вы в какой области эксперты? Я вот по правой лазре. И вот я в ней все остался. А я по левой лазре. Ну я туда не буду с вас, потому что я вообще в этом ничего не понимаю. Дайте мне какую политику вы хотите реализовать, я напишу, как это делается. Какая политика не суть важна? Вы же ученый, вы же эксперт, вы же экономист. Видите, на вас какой спрос. А мы за вами. Вы вперед на танках, а мы сзади будем всю территорию расчищать, если понадобится. То есть вместо того, чтобы нести людям из другого знания, как это не прозвучало, фактически происходит создание эзотерического кружка политэкономистов, которые прежде всего извлекают свою выгоду из приближенности к власти. И в этом смысле лицемерие оказывается необходимым элементом экспертократии. Ну, сделает вид, что мы способны ответить на эти вопросы. И у экономистов и у политологов есть то, что Бекон называл идолами познания. У экономистов есть свои идолы, призраки театра и призраки власти. Это то, что я ввел в качестве дополнения. Очевидно, на экономистов это сильно влияет. А призрак театра, вот как определяет Бекон, при этом мы разумеем не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиом наук, которые получили силу вследствие предания веры и беззаботности. То есть беззаботность в некоторых логических конструкциях. А, в общем, ни для кого не секрет, что нынешний mainstream содержит очень противоречивые выводы и не имеет некую целостную структуру знания. Поэтому очень удобно в зависимости от стоятия говорить, что вот давайте попробуем. Не получается, давайте снова попробуем. Что-то другое. Главное, что мы как эксперты продолжаем все это благословлять. У политологов другая еще есть ситуация. Они, когда они слышат, что вот, например, объективно, что регулирование цен приводит к дефициту, то есть появлению черного рынка, а что думает народ? Вот нельзя же просто так считать, что регулирование цен, оно неправильно. Или эмиссия неправильная. Вот что народ думает? Народ думает, что это правильно. И если народ так думает, почему бы народу не прислушаться? Нельзя сказать, что это характерно для всех. Есть политологи грамотные, которые знают универсальные законы экономики. Но вот это стремление угождать толпе, давайте будем говорить то, что продастся. Оно, мне кажется, очень распространено и неверно. То есть прежде чем продать идею, ее нужно в себе взрастить. А здесь есть очень часто противоположное желание. Вот, не буду я работать над тем, что потом плохо будет продаваться, я лучше, вот что народу, популизм получается. И в этом смысле это нарушает рекомендации Зинеки, который советовал не употребляться овцам, которые всегда любят себя заставать. Направляешься туда, куда нужно, а туда, куда все идут. И это, кстати, серьезная проблема, потому что большинство людей, они не готовы выпасть из вот этого дискурса. И честность, главное свойство настоящего ученого, оказывается чем-то второстепенным по сравнению с главной чертой их лицемерия. Как не должно быть? Не должно быть того, что наблюдается сейчас, а именно, с одной стороны, это непоследовательные, противоречивые экономические теории, связанные со средствами. То есть иногда такое средство работает, иногда другое, может быть, вообще не работает. И второй элемент, это экспертократия, которая увеличивает хрупкость нашей системы, потому что люди, доверяя экспертам, полагают, что в этой области действительно существует знание о том, как заменить стихийный порядок некими правильными людьми, которые все это будут регулировать. Вот пример того, как не должно быть. Это Джозеф Стиллерс, губернаторский премий по экономике. В 2005 году в своем исследовании, посвященном ипотечному рынку, он заявил на основе эмпирических исследований, что кризис в ипотечный сфере невозможен. Вероятность дефолта по ипотечным публикациям равна нулю. Так он предсказывал в 2005 году. В 2010 году выяснилось, что он предсказал этот кризис, но просто не решился публиковать, потому что его бы не поняли, а так он всегда знал, что кризис произвели. Была определенная концепция, но он ее, к сожалению, не смог опубликовать. То есть можно продолжать делать вид, что мы такие всеведущие эксперты, а на самом деле это может привести к очень плачевным последствиям. И замечательное высказывание Сима Талеба «Патематика философа и экономиста», где он в книге «Антикрупкость» характеризует современную работу, он это называет, советско-гарвардский факультет экономики. То есть это нечто среднее между тем, что существовало в советские годы, как кафедра политэкономии и социализма. И вот эти иллюзии, способности людей регулировать процессы, они также содержатся в этих гарвардских факультетах, которые действительно можно считать советско-гарвардскими. Вот что пишет об этом Талеб. Гарвардские экономисты читают только те, кто пишет научные статьи, а их в свою очередь читают только те, кто пишет другие статьи. И все их труды, я надеюсь, поглотить безжалостный детектор чуши под названием «История». Вот такова оценка на Сима Талеба и перспектив такой экспертократии. Если мы продолжаем доверять людям, которые не смогли предсказать и объяснить последний кризис методы решения проблем в будущем, все это закончится накоплением ошибок. Потому что по факту не только политика не изменилась, но возникло убеждение еще большей силы экспертов, которые могут и должны заменять те процессы, которые происходят стихийно. Но если дальше будет продолжать существовать этот синтез, крупкость будет возрастать. Она не только будет возрастать в самой экономике, она будет возрастать по отношению к самим экспертам. Потому что можно один кризис таким образом объяснить, но когда вы продолжаете свою нудудеть, ничего хорошего из этого выйти не может. Поэтому я бы подумал о том, что нынешнее положение тела такое устойчивое, приятное, когда человек сидит на ставке и думает о том, что он занимается наукой, не очень устойчивое, потому что история меняется. И научного атеизма мы уже сейчас не знаем, многих других вещей. Я думаю, что так же, как формируются пузыри на финансовых рынках, многие штатные и уважаемые экономисты, да и политологи, относятся просто к элементу пузыря, который образовался на интеллектуальном рынке. Ценности их работы не имеют ни с практической, ни с теоретической точки зрения. А то, что нужно делать, это серьезно переосмыслить, причины кризиса, что не было сделано до сих пор. И говоря о том, что содержится часто в головах людей, которые занимаются изучением политологии, я действительно иногда прихожу в некий ужас, потому что, ну вот это одна из хороших версий считается. В Лондонской школе экономики люди, которые входят в политическую науку, изучают золотые тексты. Теори справедливости, правосудие, правосудие, ближай, основы тоталитаризма, ханны арит, идею правосудия, амартия сцена, а также Платона, мантиске, маркса, макеавелли, гобса. Но еще можно сюда модных каких-нибудь приписать шишиков. Пожелаете в этом роде? Не извините. У меня совсем одна минута, да? Это все может, да, уже давно мы вам показывали. Да, показывайте, а я не вижу. У меня буквально, можно я тогда закручусь за одну минуту? А вы бы встали, и я бы увидел. Значит, если бы вот таким образом будет действовать, у нас не будет четкого универсального знания, у нас будет неуважение к логически-последовательному мышлению. Потому что если у нас доктрина Маркса совмещается с Ханной Айрен и Роузом, то никуда сюда не добавлю что-то действительно ценное. Что же делать? На самом деле, мне кажется, что вот то, о чем я и говорил сегодня, а именно по использованию политэкономической мысли автористской школы, могло бы быть серьезным фактором большей гибкости. Потому что если вы не готовы к вот такому кризису, который может повториться, то вы можете просто оказаться безработными. И просто ваш продукт будет никому не нужен. Если же вы хотите быть более устойчивыми, то нужно иметь всегда альтернативную парадигму. И в этом смысле хотел бы вас пригласить на конференцию института ХАЭКа, которая будет 16-18 апреля, а будет 16-го года в коридорах. Могу рассказать подробнее. Спасибо. Спасибо. У нас на такой широкий сектор взглядов представлено, что я думаю, и вопросов будет много, и даже, наверное, выступающих будут другого вопроса. Так. Давайте вот сюда, сейчас микрофон. Спасибо.